Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем записывать рекомендации по теме становления добровольных саморазвивающихся организаций. И сегодня мы немножко поговорим еще о целеполагании. Это в первую очередь то, что мы хотим идти от изживших себя капиталистических отношений, к более социальному, от эгоизма к ноосферной личности. Если мы вспомним Владимира Ивановича Бежнацкого, который создал учение о ноосфере, то ноосфера это биосфера плюс разум, то есть осознанное органическое описание человека в биосферу, осмысленное. Мы продолжаем размышлять о системе социума и о природоподобных тенденциях в развитии социума, о том, как можно вписать природные механизмы в человеческие отношения, помимо первоначальных инстинктов, которые у нас заложены. Как можно осознанно структурировать позаимствовав у природы механизмы регуляции, механизмы адаптации для того, чтобы в социуме не происходили такие кризисы, которые приводят к кровопролитиям и другим, в общем, неприятным событиям, чтобы человечество развивалось во благо всем, чтобы хотелось рожать детей в этом мире будущего и чтобы мы не боялись перенаселения, чтобы мы разумно использовали технологии, чтобы мы переходили в новый технологический уклад без боязни эффекта дурака, который случайно может взорвать весь мир. Тема называется «Трансформация народного хозяйства согласно социализации общества». Но немножко я копну в глубину, так как я представитель естественник, да, я изучала естественные науки, биологию, психологию и только потом уже пришла к обществу знаний и политологии в некотором смысле. Вот, поэтому мы пойдем от естества. Вот, и еще напомню вначале, что методичка, которую я предлагаю по восстановлению саморазвивающихся организаций, и к ней уже разработана система принятия решений, вот, которую я уже докладывала на конкурсе в Народном институте развития, вот, все эти разработки направлены на развитие социальности мышления, вот, у каждой личности и, соответственно, в целом, продвижение общества к более социальным отношениям. Социальность мышления – это способность каждого в своих помыслах учитывать процессы, происходящие в социуме вокруг себя, и способности и желания делиться знаниями, материальными благами, для того, чтобы поддерживать качественный уровень жизни всех людей, а не только себя. Данную идеологию нужно заложить и транслировать через образование, формировать соответствующую культуру, которая породит народную осознанность. Вот, термин «народная осознанность» я предлагаю взять вместо марксистского термина «классовое сознание». Сейчас мы уже должны взращивать народную осознанность. Предлагаю этот термин принять и зафиксировать. Поэтому у реформаторов сейчас стоят две задачи. Как вовлекать людей в общественный и производственный процесс, и как безответственных людей вовлечь в ответственность, чтобы контроль, поддержание порядка стал коллективным, а не силовым. То есть мы будем стремиться к такому, более цивилизованному способу существования. Итак, мы хотим гармонизировать очень сложную систему внутренних взаимоотношений в социуме. Биологические механизмы, заложенные в регуляцию системы, индивидуальные, такие как инстинкты, размножение, самосохранение, механизмы распространения вида, адаптивная изменчивость и естественный обор, психические свойства, страх новизны, инстинкт заботы, отцовство материнства, потребность в социальном участии, важность обретения самоценности, толерантность, то есть согласие по умолчанию, если нет возражения активного. И групповые механизмы, возникающие на базе индивидуальных. Это возникновение иерархии между факторами влияния, значение которых неравноценно. Переплетение всех этих факторов, индивидуальных и групповых, дает нам понимание, что прямая математика здесь не работает, линейность не справляется с расчетами. Например, говоря о средствах производства, человеческих и механических, мы, как люди, всегда отдаем приоритет человеческим чувствам. Усталость, родственные связи, социальные тренды, ценностные ориентации. Диктуют приоритеты в решениях, формируя личный комфорт. Следующая иерархия. В вещах, которые нас окружают. Почему важна характеристика потребительских кооператив? Потому что потребительская кооперация – это реальные товары, которые необходимы людям. Также существуют необходимые услуги народного потребления, назовем их так. Это в первую очередь медицина, образование, искусство в рамках принятой идеологии. Очень важные услуги жилищно-коммунального хозяйства. А вот ниже по иерархии стоят товары искусственно созданного спроса и креативные услуги. Однако информационными способами, активной пропагандой и создания трендов мы можем поменять стоимость, искусственно поднять спрос на товары, которые не относятся к товарам первой необходимости. Возникает первый конфликт, что есть товары реального спроса, есть товары искусственно созданного спроса, которые в экономике сейчас учитываются одинаково. То есть валовый продукт их считают по одним и тем же единицам. А по факту значимость их различается на порядке, и соответственно учет их тоже должен быть адекватен. Вот их значимости. Следующий момент, как на все влияет у нас автоматизация производства. Любая инновация, увеличивающая производительность труда, тесняет человека из процесса. Он попадает, выходит из зоны комфорта и начинает себе искать новую нишу. Пользуясь своими биологическими алгоритмами, он находит место в изменившейся системе. И отсюда возникают новые варианты кооперации, другие способы производства. И в сфере услуг также возникают другие способы производства услуг. И должен быть выбран оптимальный приоритет для перехода в новую формацию. При обладании способов производства образует текущую формацию. Формация изм, капитализм, теодализм отражает способ коллективной организации труда в существующем социуме. И образуется способ, ведущий из задачи создать продукт естественного потребления, снизив затраты, изначально физические затраты одного человека, и объединить усилия для возникновения возможности создать продукт, который нельзя сделать в одиночку. То есть способ производства – это процесс оптимизации производства создаваемого продукта в зависимости от наличия ресурсов человеческих и других средств производства и технологий. И естественно способ производства претерпевает изменения с приходом новых прорывных технологических решений, которые перестраивают всю систему, то есть создают переход в новый технологический уклад. На этой табличке снизу вверх можно посмотреть, как технологический уклад диктует все отношения в системе. И должен быть выбран оптимальный приоритет для перехода в новую формацию. На первом этапе регулирования внутренних и внешних взаимоотношений, согласно пирамиде Маслову, есть четкое разграничение между реальными ценностями и материальными благами, важными условиями и остальными. Это будет формирование базисов распределений благ. Товары реального производства, нужного людям, приоритетнее остальных в случае дефицита. Сейчас мы имеем дело с цифровыми продуктами, которые преподносятся как архи-нужные, но в пирамиде человеческих потребностей они стоят не в основании пирамиды. Поэтому, строя идеальный образ социально-справедливого общества, мы попытаемся учесть и базисные позиции, и разнонаправленность остальных векторов. Ориентируемся на одну человеческую силу – жизнь. Модель общества будущего должна носить императивно-народовластный характер, как бы парадоксально это ни звучало. На практике это выглядит так. Идеология, целеполагание и граница допустимого, не навредить себе, соседу, среди, обозначается четко и распространяется абсолютно на всех. В этом и состоит императивная часть. В то же время на местах в рамках идеологии допустима абсолютная свобода действий согласно компетенции исполнителя и особенностей территории, применима непосредственная народовластия. Именно взаимодействия отношения не определяют нашу социальную систему. Разрешение проблемы стрессогенных отношений в экономическом смысле видится мне созданием нового уклада трудовых отношений, содержательной физической, умственной и творческой занятости в индивидуальных сочетаниях для большинства людей. Причем занятость может быть общественно полезной, нейтральной, но не вредной для интересов общества. Тут мы подходим к видам собственности, частные с ограничениями по натуральной ценности, семейно-родовая собственность, кооперативная собственность, общенародная собственность. В частные собственности должны попасть только реальные ценности в равном для всех эквиваленте, соответствующем одной физической и человеческой силе для обеспечения функциональности данного объекта. А именно это площадь квартиры для одного человека примерно 30 квадратных метров, а если хочется больше, предоставь реально значимую услугу обществу. Ходи, например, делай уборку в доме престарелых и бери себе больше метров собственного жилья. А родовой гектар, например, это уже семейно-родовая собственность. Она не слишком отличается от кооперативной, только по наличию семейно-родовых связей. То есть это малые группы, которые имеют принципиальное значение для выдвижения своих представителей, группы, в которых людей знают по делам. Описанная частная собственность не подразумевает никаких налогов. С высшей нормой, если не социальная, то налоговое регулирование можно вводить. А социальное регулирование – это то, что я описала выше. Если человек выполняет социальный труд, он имеет право на большее количество материальных благ в частной собственности. По крайней мере, на первом этапе можно таким образом регулировать. То же самое с трудом. Труд у нас должен считаться трудочасами. Трудочасы могут быть социально значимы и не все остальные. То есть каждый отрабатывает в социально значимой сфере как минимум два часа в день. Каждый трудоспособный гражданин. И получает, соответственно, базовый доход. То есть базовый доход именно по этим трудочасам. Физическим, социально значимым трудочасам. А остальные трудочасы – это бонусы, которые как раз в свободном рынке торгуются. То есть если хочешь больше заработать, либо бери больше социально значимых дополнительных часов, либо креатив на свободном рынке, что получишь, то получишь. Оплата трудочасовка операции должна быть одинаковой по их количеству. То есть неважно, бухгалтер ты или земляков, если ты в кооперативе, это как в семье, да, все делится поровну. Знамание и получение знаний должно быть, естественно, без оплаты, с базовым материальным обеспечением то четырех профессий в очной форме, но не подряд, да. То есть человек отучился, ну, должен поработать, получить какой-то опыт и потом и после может еще получить одну профессию. Органы стратегического планирования имеют возможность регулировать направление трудовых ресурсов, создавая государственный протекционизм для сфер, соответствующих государственным стратегиям. Стратегия определяется компетентными советами. По принятию решения в советах будет отдельный выпуск, вот, а методологи отслеживают изменения и создают рекомендации для компенсации текущих изменений. И по-прежнему кадры решают все. И совершенно верно, как мне уже подмечали на конференции, они очень быстро обретают компетенции, если начинают на практике осуществлять определенные действия по управлению в том числе. Дальше мы еще поговорим о том, что вот эти множественные цепочки связей внутренних и внешних, которые образуют все наши и производственные, и личные, и всяческие другие отношения, настолько сильно переплетены взаимозависимыми, какие-то из них отражают законы биологические, какие-то даже отражают линейные законы связи, да, но их настолько много, что мы рассчитать их вот не можем. И мы только вовремя тенденции. Вот, например, на социальность, я уже сказала как про тенденцию, и вот еще есть тенденции, такие как информационные технологии, способствуют развитию коллективного сознания. А через коллективное сознание мы способны оценивать компетентность управления. И если административно-командный тип управления становится неудовлетворительным, люди это понимают и просто начинают его саботировать. И мы вот видим, что система не работает. Провалы в системе совершенно в разных местах, но по одним и тем же причинам. Кривая отчетность, неисполнительность, саботаж, коррупция. Поэтому, прослеживая эти тенденции, вот я как методолог предлагаю, как устранить те прорехи, лоббирование финансовое, ошибки в принятии решений. Когда у нас идет застройка, например, тотальная в городах, в угоду просто кому-то для реализации. Или когда у нас, наоборот, снос идет уже построенного жилья для того, побочным эффектом которого страдает экология. То есть это не передает куда-то, это жилье, а его просто сносит. И вот эти все вещи должны корректироваться. Более качественным принятием решений и государственным протекционизмом, который направляет в стратегические вектора развития. Вот еще есть одна табличка, на которой видно, что все наши чаяния сводятся, что называется, к борьбе между культом золотого тельца и культом отношений. Потому что, когда мы стремимся к бесконечным обогащениям, мы отношения однозначно теряем и дестабилизируем отношения в системе. А когда мы пытаемся настраивать отношения, нам придется признать, что нам нужно будет все делить поровну. И радости, и печали, и материальные средства, и блага тоже. Поэтому следует обратить внимание, как законы, например, насыщения химической реакции повторяются в законах спроса и предложения. и, соответственно, каждую тенденцию пропускать через обратную связь. Нужно ли нам внедрение тех или иных технологий, в каком объеме мы приходим к тому, чтобы влиять мы на систему можем. С помощью компетентных коллегиальных решений, то есть Совета профессионалов, у нас есть профсоюзы, а нам нужны профсоветы, нам нужны профсоветы, которые будут находить лучшие решения по народному наказу, плюс умение принимать коллегиальные компетентные решения, распространить информацию об этом алгоритме, начать пользоваться этим алгоритмом. Все это породит новую культуру, создаст традицию крепких отношений цивилизованных. В культуре принятия решений, в культуре заботы о среде обитания, умеренного потребления и будет выражена вся культура самоуправления. Культура самоуправления создаст нам наосферную личность, народную осознанность, которая будет рефлексивно адаптивный путь развития социума, который движется в сторону развития социальной деятельности, создания социальных платформ, участия в социальных проектах, выполнения социально значимых работ, социальное предпринимательство. Также биосферные работы обязательно сюда должны быть включены как социально важные, потому что без среды мы все равно погибнем. И уже потом, на последней стадии, мы приходим к этим видам собственности, которые предлагаются. Частная собственность с ограничениями по натуральной ценности на разных территориях. Например, стоимость жилья может быть разной, а его качество должно именно удовлетворять потребности человека на данной территории. Далее, семейно-родовая собственность, есть кооперативная собственность и крупная собственность категорического значения. Да, это общенародная собственность, которая будет управляться выходцами из успешных проектов, директорами успешных предприятий, но которые, предполагается, будут работать уже за всеобщий почет и социальную ставку. На этом все время остановимся. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok